Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы проводим беседы для библейского портала экзегет. Тема, которой мы коснемся, она очень колючая и больная. Может быть, самая больная из всех. Эта тема, если по-научшим, по-богословски, то она называется теодоцея. Теодоцея, сам этот термин, внес великий математик, физик Готфрид Вильгельм Лейбниц в начале XVIII века. Теос, Бог, дикий, это оправдание. Бога-оправдание. Христианин знает, что нас оправдывает Бог. А вот, оказывается, бывает ситуация, когда Богу оправдаться надо. По крайней мере, мы так считаем, что Ему надо оправдаться. Кто оправдает Бога? Скажите, что за глупости? Кто оправдает Бога, когда молодая мать сидит у маленького гробика своего годовалого ребенка? Ведь это зависело только от него. Кто оправдает Бога, если у женщины нет детей? А и она, и ее муж очень хотят иметь потомство. Ведь это же зависит только от Бога. Та же самая знаменитая слезинка ребенка у Федора Михайловича Достоевского. Иван Карамазов не хотел даже рая. Одна слезинка, он считал, перетягивает. И никаким раем оправданно быть не может. Чем оправдать Бога, что в этом мире столько несправедливости? Даже не скажу зла, а именно неправедного какого-то зла, хотя зло праведным быть не может. Вот кто оправдает Бога? Такие страшные вопросы, они действительно возникают. Ум человеческий в течение тысячелетий колотится и не находит ответов. Для материалиста, атеиста, агностики, для него ответов нет, но и вопросов как бы нет. А нет никакого высшего разума. Все просто стихия, бессмысленная, жестокая, перемалывающая все. Только жить так тяжело. Если есть высший разум, а в это верят верующие любой религии, но тогда кто оправдает Бога? Если неправедный торжествует, если праведный страдает, или просто какие-то страдания бессмысленные, как в этой ситуации быть? Так вот, в Библии есть две книги, целиком посвященные этой темой. Одна книга большая, очень глубокая, сильная, и очень многие толкователи Священного Писания к ней обращались. Другая маленькая, малоизвестная, и очень мало толкователей обращалось к ней. Первая – это знаменитая книга Иова Многострадального, а вторая – пророка Божия Аввакума. И вот нашему вниманию предлагается цикл бесед, касающихся книги пророка Аввакума, в которой дается, может быть, даже самое глубинное размышление. И я осторожничаю произносить слово «ответ», рассуждение, которое касается этой темы. Итак, мы с вами подойдем к этой книге, не спеша, постепенно раскроется нам ее содержание, и раскроется очень много интересных, глубоких мыслей, касающихся наличия зла, наличия несправедливости в мире, который устроил святой всемогущий Бог, имя которому – любовь. Эти вопросы, кстати, еще часто называют проклятые вопросы. Вот такие. Итак, пророк Божий Аввакум. Аввакум – это, конечно, уже такое греко-российское звучание, это имени этого пророка. По-еврейски имя его звучит «Хавакок». И переводится это слово «объятие». Что это за объятие? Это объятие борца. Нет крепче объятий, как двух отчаянно борющихся друг с другом человек, борцов. И в данном случае человек с Богом борется. Аввакум заключает свои объятия Бога и не отпускает. Он хочет услышать ответ на все вот эти проклятые вопросы, на которые невозможно найти ответ, рационально рассуждая и пытаясь хоть как-то концы с концами совместить. Вот такой пророк. Жил этот пророк во времена конца Иудейского царства, когда уже надвигалось с Востока халдейское воинство. знающие библейскую историю, просто историю, понимают, о чем идет речь. Кто с историей не так дружен, то немножко информации. К тому времени от всего двенадцатиколенного израильского царства, которое являлось царством Бога на земле, все остальные народы на планете были тогда язычниками, только в Иудее был ведом Бог, осталось, собственно, только южное иудейское царство со столицей в Иерусалиме, находящимся на вершинах иудейских гор. Ситуация в Иудее в то время была очень даже неблагополучная. Иудеи жили достаточно распоясанно, мало заботились об исполнении Божьих заповедей, ну и, соответственно, вот всей этой неправды было там премного. Вот такая ситуация. Конец VII, начало VI веков до нашей эры. Интересно еще отметить такой факт, на который я не нахожу ответ, но он имеет место быть. По-еврейски Бог – Элохим. Слово Элохим – слово множественного числа, им – окончание множественного числа. И только в двух книгах это имя встречается очень часто, более 60 раз, в форме слова единственного числа. И тогда это звучит по-еврейски «Аллах», а по-арабски «Аллах». Это книга Иова и книга Аввакума. Вот эти две книги по Теодицеи, они обращаются к Богу не в величальной, множественной форме, а в единственном числе. То есть, может быть, здесь что-то более такое конкретное, более такое персональное происходит между человеком и Богом. пророк обращается к Всевышнему «Аллах», «Аллах». Итак, прочитаем первый текст, пророческое видение, которое видел пророка Аввакум. И дальше его слова. «Да коли, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор, от этого закон потерял силу. И суда правильного нет, так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Как построена книга? Аввакум вопрошает, Бог отвечает. Аввакум вторично вопрошает, Бог вторично отвечает. Ответы Бога, пророка не удовлетворяет. И что Он сделал дальше, об этом мы услышим позднее. А вот сейчас мы услышали Его первое вопрошание. Интересно само видение, пророческое видение, которое видел пророка Аввакум. Оказывается, имеет такое место, как корректура книжников, тиконим соферим. И имеет место некая редакция переводчика. В Библии есть очень острое, жестко поставленное выражение. И тогда переводчик пытается сгладить эффект, подбирает более такие мягкие, не так режущие слух обороты речи. Пророческое видение. Ну, что тут? Все ясно. А на самом деле здесь слово не видение, а слово масса. Слово масса переводится на русский бремя. То есть, это некий груз, который находится на тебе, как придавливающее к земле бремя. Пророческое бремя. Вот это очень важно. Пророческое бремя. Кто-то, особенно из верующих, а может и из неверующих, тоже скажет, о, как здорово быть пророком. Это же надо. О, повезло человеку. Бог его избрал. Он видит то, что другие люди не видят. Он может пророчествовать. А на самом деле это мучительное и тяжкое бремя. Человек даже хочет от него избавиться. Оно ему в тяготу. Оно становится иногда невыносимым. И то, что здесь эта пророческая книга обозначена именно как пророческое бремя, это и говорит, что вот это бремя проклятых вопросов, оно жутко придавливает, оно уничтожает. Люди приходят к пророку, они хотят понять, что происходит, а пророк сам ничего не понимает. и все, что ему отвечает Бог, не звучит убедительно, и вот тогда это пророческое бремя. Вот пророческое бремя, которое видел пророк Авваку. Итак, что именно? Пророк сразу как бы не то, чтобы с претензией, но с каким-то внутренним напряжением обращается к Богу. Господи, ну сколько еще? Сколько можно? Да коли, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь? Ну сколько можно спрашивать? Ответов нет. И ты не слышишь? Дальше он еще более усиливает. Буду вопиять к тебе о насилии. Вопиять это уже крик, это уже крик человека, которому придавили палец. Он не может разумно задавать вопросы, он просто орет, он кричит, визжит от боли. Сколько же я буду еще вопиять тебе о насилии, и ты не спасаешь? А то многие привыкли, что Бог он такой хороший, его попросишь, он, конечно, помогает и так далее. Дальше пророк. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Это прямо можно перефразировать. Тебе что, это нравится? Вот знаете, как дразнилка, когда человеку показываешь какую-нибудь пакость, ну, вот, посмотри, посмотри, полюбуйся, как вот оно, как ты себя сейчас поведешь. Но не может же святой Бог так обходиться с человеком. И тем не менее, сколько же еще мне смотреть на все эти злодейства? Сколько мне смотреть на эти бедствия, которым нет никакого разумного объяснения? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. Ну, жить в условиях крабительства, насилия, вражды, раздора, это очень неприятно. Очень неприятно. Ну, кажется, это, наверное, какие-то бандиты, это, наверное, какие-то разбойники. Вот сейчас придут власти, они разберутся, они их куда-нибудь упрячут подальше, и опять будет более-менее сносно нормально жить. О, если бы так! А оказывается, вот это самое грабительство, насилие, вражда и раздор от них-то, от властей наших и исходит. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестиво одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Вот в чем проблема. Потерпеть беду от разбойника, от бандита, ну, это очень плохо, но ты что-то понимаешь, на то он разбойник, чтобы делать зло. Но судья разве на то? Судья, он же для того, чтобы разобраться, чтобы оправдать праведного, чтобы наказать нечестивца. Закон потерял силу. А теперь давайте вспомним, что перед нами Библия. Закон у нас сразу в восприятии что-то типа закона Российской Федерации, а тут не то. Здесь Тора, здесь божественный закон, был дан Всевышним, Моисею на горе Синайской. Тора потеряла силу. Как? Тора потеряла силу? Ведь иудейские судьи, они судили по Торе. Помимо десяти основных заповедей было еще 613 медсвод, еще 613 дополнительных заповедей, ну, и были, конечно, как всегда, еще какие-то предписания, которые диктовала сама жизнь в основе всего Тора, не конституция, которую разработали юристы и приняла Государственная Дома. А Бог Всевышний дал величайшему из всех пророков Моисею, и она потеряла силу. Ну, в общем, тут никаких ответов нет. Аввакум вопрошает Бога, долго вопрошает, он уже встал вопрошать. И, однако же, Бог однажды ему ответил. Это вторая часть первой главы книги пророка Аввакума. Бог не то, чтобы объяснить хочет Аввакуму, что тут объяснять? Неправда есть неправда. Закон потерял силу, Тора потеряла силу. Тут надо не объяснять, тут надо навести порядок. Аввакум хочет справедливости, он хочет, чтобы грешный был наказан. Ты ее хочешь? Правда хочешь? По-твоему и будет. Как в той поговорки, бойтесь своих мыслей, они имеют свойство, по крайней мере, иногда сбываться. И вот Бог отвечает. Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Каков ответ Бога? Вы не хотите больше терпеть своих родных, правоверных судей, книжников, законников, начальствующих? Ладно, придет начальство. Но как хочет человек, чтобы был наказан беззаконник? Ну естественно, кто будет наказывать? Ну некий рыцарь на белом коне. Вот он-то придет, как Георгий Победоносец с копьем, вот он-то и поразит змея. Неправды, зла в нашей, в моей жизни. А Бог поступает далеко не всегда так. И очень часто Он поступает не так. Говорит Господь, вот я подниму халдеев народ жестокий и необузданный, который ходит по шаротам земли, чтобы завладеть непринадлежащих ему селениями. Халдеи – это народ Месопотамии, Нововавилонское царство, Вавилон – самый мощный в то время город, самый мощный царь, создается ну по тем временам некая мировая империя, и эта империя очень жестокая. Халдеи все сметают на своем пути. Народ жестокий, необузданный, ходит по шаротам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. они ведут захватнические войны, они захватывают один народ за другим и на очереди иудея. Страшен и грозен он, этот народ, от него самого происходит суд его и власть его. Страшен и грозен. Вы хотели наказание? Вы хотели, чтобы ваш царь, Иудея возглавлялась царем, Сетайке был последний иудейский царь, Ихония был до этого. Вот уже идет, вот уже приближается наказующий бич, и это халдеи, народ жестокий и необузданный. Господи, так мы ж хотели рыцаря на белом коне, мы ж вовсе не хотели кого-то, кто захватит владение, ему не принадлежащее. Страшен и грозен он. Дается характеристика халдеям, от него самого происходит суд его и власть его. То есть он не судит по правде, он не избираем какими-то демократическими институтами, а от него от самого, от халдейского царя, от него исходит сила и власть. То есть что я решил, то и правильно. От меня исходит суд. критерий истины я. Силу прилагаю я. Вавилонский царь и халдеи, они не будут заглядывать в какие-то сборники международного права. Они не будут заглядывать тем более в божественную тору. Для них суд и власть это они сами. Что я делаю, что я хочу, то я и делаю. Что я решаю, то и правильно. Действительно страшен такой народ. Приведи Господь встретиться с таким на пути. Быстрее барса в коне его. Это говорит о стремительности халдейского войска. И прычи вечерних волков. Вечерние волки здесь в еврейском языке слово эреф, которое может быть переведено и как вечер, и как аравийские. Аравийские волки. Это волки аравийской пустыни. Они быстры, беспощадны. И вот как эти вечерние волки, аравийские волки, так рыскают халдеи, скачет в разные стороны конницы его. Издалека приходят всадники его, прилетают как орел, бросающийся на добычу. Ничто не может устоять от орла, пред орлом, который сверху кидается на свою добычу. И вот иудеи, они понимают, что на них несется этот орел, к ним бегут эти вечерние волки, на них несутся эти барсы, и весь он идет для грабежа. Вот тут внимание. Он идет для грабежа. А для чего попускает это Бог, чтобы навести Божью правду? Иудейские судьи не хотят жить по Торе. Иудейский народ не хочет жить по закону Божьему. Тогда вы будете наказаны, но вас накажет не какая-то дружина святых воинов, а вот эти барсы, вот эти волки, вот эти орлы, вот они налетят на вас. Но они же, Господи, они же для грабежа идут, они же вовсе не хотят навести у нас тут какую-то правду, справедливость. Что они хотят, это их проблемы, это их дела, и с ними я буду иметь дело, говорит Бог. А для вас это и есть тот самый бич, а для вас это и есть то, чего вы так хотели. Вы знаете, подобная ситуация, когда после революции началось тотальное и массовое разорение всего, что было связано с верой, со святостью, с отеческой верой, с храмами, вообще с отеческой культурой, с наследием, с очень многими устоями в гражданской жизни, мы старый мир до основания разрушим, и когда рушили этот старый мир, то лес рубят, щепки летят, этих щепок было очень много, это были миллионы, и сколько тогда было вопли к Всевышнему, Господи, где же ты, мы взываемо ты не отвечаешь, когда вот это безбожное племя так беспощадно, так цинично разоряет все, вы хотели, чтобы навести порядок, примчались халдеи, 1941 год, 22 июня, Господи, да мы же не так хотели, но вы же хотели, и вот рать, которая сопоставима с барсами, с волками, с орлами, которая идет для грабежа, Господи, так они же для грабежа идут, они хотят вообще нас тут тотально уничтожить, а Господь их попустил, чтобы наказать вот этих творящих неправду, да, он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников как песок, вот если вспоминать времена Великой Отечественной войны, один ведь к одному, так вот оно все и было, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, последнего иерусалимского царя Седекио, его когда взяли, рядом были сыновья, и на глазах у сыновей ему выкололи глаза, и с выколотыми глазами он был уведен в плен, а там в плену как забавлялись, это было с Яхонией, иудейский царь, другие вельможи, важные люди, им давали такой напиток, действие которого точно подрассчитывалось, когда они заходили в палату, где был халдейский царь своими вельможами, к этому моменту напиток срабатывал, и они портили воздух и издавали неприличные звуки. Но тем было весело. Вот так они издевались над царями, и князья служили им посмешище. То есть пришла правда. Ведь вот этот Седеки, этот Яхони, вот эти цари, вот эти иудейские вельможи, они же творили неправду, вот эти судьи. Но как-то ж не так хотелось, чтобы правда была водворена. И над всякой крепостью он, то есть халдейский царь, смеется, насыпает осадный вал и берет ее. Здесь прием военной техники, когда рядом с крепостью сооружался высокий вал, рядом со стенами, вровень со стенами крепости. И дальше уже происходило взятие этой крепости. Тогда надмивается дух и его, и он ходит и буйствует, сила его, бог его. Вот такой бич, наводящий правду, правду, которую кличут, которую ждут, которую хотят. Ну, которую хотят, конечно, не таким образом, чтобы она пришла. Но каким образом она придет, это решает Всевышний, это решает Бог. А про этот бич надмивается дух его действительно на некоторое время. Чаще всего это бывает не очень длительное время. Дается вот эта самая возможность. Он надмивается, буйствует. Сила его, бог его, вот здесь как раз слово Аллах, и сила его, Аллах его. Жестко звучит. То есть Всевышний, всемогущий, это я, это моя сила. Вот это бесконечная гордыня человеческой природы. Да, Бог попустил тебе, Халди, на какое-то время быть наказующим бичом для тех, кто творил неправду. Но ты забыл, что это тебе было дано от Бога. Ты возомнил себя Богом. Вот так бывает очень часто. Можно приводить еще достаточно много исторических аналогий, параллелей. И так же оно бывает и в частной жизни, в личной жизни. И что теперь? Удовлетворена душа? Аввакум получил ответ, ему теперь есть что сказать людям? Ответ есть, но только не хочется его принимать. И поэтому после этого Божьего ответа Аввакум не говорит Аминь. Он не говорит истинно да будет так. Он не хочет, чтобы было так. Я не хочу, чтобы было так. Ты не хочешь, чтобы было так. Никто не хочет, чтобы было так. А оно так. И тогда ответ Божий не упразднил вопрос, а только еще более его обострил. И зияющая рана, кровоточащая рана моего непонимания божественных путей с нами людьми не уворочевалась, а разорвалась еще шире. Не ты ли обращается вакуум к Всевышнему? Не ты ли издревле Господь мой, Бог мой, святый мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его? В этих словах звучит не столько недоумение, сколь упование. Аввакуум все еще его не теряет. Не ты ли издревле? Ты от начала, ты от века. Все в этом мире проходит, приносится и исчезают беды, несчастья, неправды. Ты издревле? Господь Бог мой, святый мой, мы не умрем. У Аввакуума надежда, что халдейские орды, да, конечно, наказуют неправедных судей, но они сметают с лица земли всех, но все-таки Аввакуум надеется. Нет, мы не умрем. Ты, Господи, только для суда попустил его. Это пройдет, и опять будет солнце. Скала моя, для наказания ты назначил его, имеется в виду Навуходоносора с халдейскими ордами. Так сквозит упование в недоумении. Здесь мы не исключено, что имеем место справкой библейских редакторов древней иудейской синагоги, так называемые текумим соферим. И существует другое восприятие восприятие с еврейского текста. И в таком случае здесь следует прочитать не «Ле намут» «мы умрем», а «Ле тамут» «ты не умрешь». Тогда потрясающий смысл. Не ты ли издревле Господь «Бог мой, святый мой, ты не умрешь». Потому что неправда этого мира и когда большее зло наказует меньшее зло, это восприятие человека хоронит Бога. Я действительно лично знаю людей, которые в такой ситуации утрачивали веру Бога. Вера рассыпалась, и они становились атеистами. Аввакум восклицает «ты не умрешь». Знаменитый борец с нацизмом, известный философ Дитрих Бонхофер, находясь на нацистских застенках, писал письма, в которых излагал глубокие философские мысли. И одна из страшных мыслей, которые он выразил, Бог умер. Отсюда и пошла философия, что Бог умер. Когда-то, да, люди утешали себя идеей Бога, теперь его нет. Бог умер. И поскольку невозможно свести концы с концами происходящих в истории нашей жизни, вывод Бог Бог умер. Но не к такому выводу приходит Аввакум. Ты не умрешь. Даже несмотря на то, что мы ничего понять не можем, ты не умрешь. А ты свят и ты праведен. Ну, где твоя правда? Аввакум дальше восклицает «Чистым очам твоим несвойственно глядеть на злодеяния и смотреть на притеснения ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто правит не его?» Аввакум уверен, он уверен, что чистым очам Бога несвойственно смотреть на злодеяния, не только творить, а даже видеть их невозможно. Смотреть на них противно, противопоказано, не должно, не свойственно. И это Аввакум очевидно и понятно. Но если Богу не свойственно смотреть на злодеяния, тогда в чем же дело? Почему Бог безмолвствует, когда нечестивец поглощает того, кто правит не его? Действительно, науходоносы и архалдеи поглотили Ихонию, Седекию, последних евдейских царей, нечестивых судей израильских, увели их в вавилонский плен, там они претерпели позор, унижение, народ был наказан. халдеи, почему Бог безмолвствует, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Все-таки иудейские цари иерусалимские и народ иудейский все-таки был праведнее, чем халдеи. странное наведение порядков, когда худший наказывает лучшего, пусть этот лучший тоже плох. Такое бывает в нашей жизни. И, как и в прошлый раз, мы обращались к нашей отечественной истории середины прошлого века, когда действительно страшные завоевательные орды Запада грянули на наше Отечество. Да, у нас были лагеря, у нас был тоталитаризм, у нас было уничтожение собственного народа, поругание собственной веры, но те, чьими руками, казалось бы, пришло наказание, они лучше. Этого видно не было. Злодеи пришли. Злодеи пришли наказывать злодеев. Но ведь порой даже и не злодеев, а тех, кто лучше их. И вот здесь не может человек уразуметь. Почему ты безмолвствуешь, Господи? Авакум не слышит ответа, а этот ответ, который Бог дал, его не удовлетворяет. И ты, Господи, оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Так выглядел иудея, так выглядел народ Божий. Всех их таскает удою, захватывает сеть свою и забирает вне воды свои, и оттого радуется и торжествует. Так живописует Авакум, нашествия халдеев и пленения народа иудейского. «Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его». Это страшно задевает ищущие правды человеческое сердце, ищущие правды сердце Авакума. Как же так? Якобы наводящие Божьи порядки, но ведь он приносит жертвы сети своей, кадит неводу своему, то есть грубой, не знающей препятствий на своем пути силе. Разве такова правда Божия? Разве такова сила Божия? Халдеи, науходоносыр, они готовы своему мечу, своей власти, своей мощи и силе кадить и приносить жертвы. Даже не те боги, которым поклонялись язычники, а именно их грубая сила, сметающая все на своем пути, вот она была их богом. Вот этому богу они беспрепятственно приносили свои жертвы, и точно была пища этого бога. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады. Так было при Халдеях, так было много раз потом. Непрестанно избивались народы без пощады. И Бог говорит, что это таким образом наводится правда Божия. Да, это действительно так. Не кто-то нежный, святой, чистый, в белых перчатках, на белом коне придет и разберется со злодеями. А вот такая еще худшая злая сила, сметающая все на своем пути, непрестанно избивающая все, что только можно избить без пощады. А почему так? А по-другому едва ли мы что-нибудь поймем. Но и этого мы понять не можем. И Аввакум остается без ответа и посылает этот свой второй вопрос Богу. Почему нечестивец избивает того, кто праведнее его? нечестивец нечестивец ему нечестивец нечестивец Продолжение следует...